Касым Жумар Тукаев предложил законодательно запретить членство президента в партиях. На данный момент в Казахстане буквально все замыкается на главе государства, и это неправильно, сказал Тукаев. По его словам, нужно постепенно отходить от такой практики. Кроме того, для ближайших родственников человека, занимающего самый высокий пост в стране, будет введен запрет на занятие руководящих должностей в квази-госсекторе и госорганах. Глава государства также предложил сократить президентскую квоту в Сенате, а в Можелисе уменьшить число депутатов от Ассамблей народа Казахстана. Председатели ЦИКа, Конституционного совета и счетного комитета также должны будут выйти из партий, а Акимы регионов больше не будут возглавлять филиалы политических объединений. Партия Аманат выступила с заявлением в поддержку послания президента. В нем говорится, народ Казахстана, пройдя в январе трагические испытания, продемонстрировал сплоченности неприятия радикализма и экстремизма, подтвердив свое стремление к прогрессу и продолжению преобразований. Исполнительный секретарь Асхат Уралов в режиме видеоконференц-связи провел совещание с активом партии из всех регионов страны. Также стало известно, что полицовет партии Адал принял решение о вступлении в партию Аманат, тем самым подписавшись под всем, что заявил исполнительный секретарь Аманат. Сегодняшнее послание президента народу Казахстана содержит новый пакет реформ, являющихся закономерным продолжением политического курса для построения нового Казахстана. Для реализации всех озвученных сегодня в послании задач потребуется консолидация всего общества. И здесь ключевая роль отводится именно нашей партии Аманат. Партия, являясь институциональной опорой президента страны, должна быть в первых рядах всех проводимых реформ. Поэтому важно мобилизовать все партийные ресурсы для широкомасштабного продвижения и реализации послания главы государства. Продолжение следует...